Здравствуйте, всем, я Квас и я рад приветствовать вас на своем канале. Наконец-то в факторке у меня появились мои братья Меньши, летающие, и все теперь будет замечательно. В прошлый раз мы с вами организовали производство кусков стеротита и сапферита, вот, и я решил, что надо бы, наверное, доделать это дело и бабмониум с рубитом тоже перевести на эти рельсы. Но оказалось не совсем все так просто. Дело в том, что рубит, в отличие от трех других ресурсов, требует для переработки азотную кислоту. И азотная кислота делается, что интересно, из-за отработанной азотной воды. В принципе, как бы все логично. Проблема заключается в том, что азотная вода больше нигде не производится. Если та же серная вода и, соответственно, серная кислота производится в довольно больших масштабах, то с азотной водой есть некоторый трабл. Единственное, что мы можем попробовать сделать, это посмотреть вот следующее. Если мы делаем, например, вот так вот, сколько у нас получается отработки? Вот у нас получаются отработки 187. Далее берем двойкись азота и дистиллированную воду. Двойкись у нас с вами делается из нитрита натрия и сжатого воздуха. И, соответственно, вот это делается из отработки. Вот у нас и получается, что для производства вот этого всего нам нужно в 10 раз больше отработки. В 10 раз. В общем, вот эта штука у нас пока не сильно работает. В принципе, можно даже ее отключить, потому что здесь у нас идет дополнительный ресурс, так как крутил, а он нам сейчас не сильно нужен. Поэтому вполне себе можем вот эту штуку убрать. Вот. И поставим мы здесь вот это все. Пусть так и работает. Так. Вот это убираем. Так, блин. Ну и соответственно, здесь у нас будет с вами... Будем перерабатывать вот эти штуки. Чтобы не тратить время. Получается, заказывать мы вот эту хрень не будем. А куда мы ее заказываем, интересно? Вот она, тут. Нам она не потребуется. Какая радость-то. Как это все работает хорошо-то. Так. Так. И ты нам будешь просто делать вот эту вот сервировку. Вот так вот. И тут то же самое. Дабы не париться с вот этой вот штукинцей. Далее, потом, конечно же, когда нам потребуется, мы сделаем это все, но... Не сейчас, потому что это требует прям колоссальных вливаний в производство. А так все остальное у нас остается именно в таком ключе. И пусть оно так, собственно, и работает дальше. Так. Все. Все, как бы, все остальное работает. Ну, будет меньше титана. Ну, окей. Вот. С бабуниум такой херни нету, потому что здесь требуется нам серная вода. Она же кислота. Серная кислота, да. И поэтому здесь, собственно, ничего такого. Вот. Значит, чем нам надо бы заняться на этой... Ну, сейчас, в общем-то. Нам нужно бы, конечно, поковыряться с... Этими... С... Исследовательскими пакетами. Потому что они нам сейчас будут пригождаться. Плюс нам нужно разобраться еще с титаном. Титан нам тоже сейчас потребуется для производства некоторых ресурсов. Вот. Поэтому, да. Кстати, я поставил еще вот такую вот штуку. Ну, потихоньку нам привозят. В общем-то... Хотя бы... Хоть какое-то начало было положено на производство урана. Вот. Будем, что называется, посмотреть, что будем с ним делать дальше. Сейчас нам это не сильно важно. Значит, нам... Давай поставим задачки. Вот эту штуку. Просто назовем его исследовательские пакеты. Так, господи. Исследовательские пакеты. Вот так вот, да. И добавим... Стой. А... Понял. Так. Значит, нам нужны желтые. Черные. И... Какие нам еще нужны? Фиолетовые, по-моему, нужны. И оклетовые. Фиолетовые. Так. Значит... Я хочу сделать сейчас довольно маленькое производство всех вот этих банок. Причем только фиолетовых и желтых. Для того, чтобы изучить вот эту штуку. Нам нужно всего-то 100 банок. И желтых, и фиолетовых. Вот. Для того, чтобы мы могли заняться робототехникой. Вот. Мы сможем поставить эти сундуки. В частности, нам нужны сундук запроса и буферные сундуки. В буферных сундуках у нас будет храниться то, что мы будем запрашивать для себя. Вот. А в синих, соответственно, сундуках у нас будет уже производство. То есть, я... У нас есть здесь вот свободная точка. Так вот. И здесь мы поставим достаточное количество автоматов, чтобы у нас началось производство базовых компонентов, которые нам могут потребоваться. Вот. Поэтому, значит, какие нам? Желтые и фиолетовые пошли. Вот они, самые последние. С желтыми у нас проблем особых не будет, потому что нам нужно здесь камень, сталь и железо. То есть, железный пруд. Дальше нужно будет каменный блок, контроллер на транзисторах и снова сталь. И далее контроллер и контроллер для того, чтобы делать модуль. И получится у нас фиолетовый. Ну вот. Давай попробуем это сделать. Конечно, проблема у нас заключается в том, что у нас вот эта штука находится оттуда. Итого мы получаем модули, печки и эти, чтобы делать в одном автомате. Здрасте. В одном автомате делать прекрасное далеко. Меня сегодня плющит немного, поэтому не удивляйтесь. Я несу какой-то бред. Так, значит, ты сюда, ты сюда. А ты у нас отсюда сюда и вот сюда. Вот. Сколько нам нужно печек на производство бутылки? Вот этой. Одна печка нам нужна. Так. И, собственно, вот так. Значит, со... Здесь вообще можно вот этой штукой накрыть. Здесь бы я бы поставил... Так, это 60 на 60 и 120, да? А здесь... Давай вот эту поставим. Нам еще потребуется, я чувствую. Так. О, она прям реально здоровая. Мы ее где-нибудь здесь на границе поставим. Включательно. Так. Три уже есть. Замечательно. С фиолетовыми мы с вами разобрались. А теперь нам нужно военные. Не то, чтобы прям сильно, нам нужны синие. Синие прям беда, потому что они требуют, во-первых, золотишко. Это золото мы, кстати, делаем. Они требуют вот эту хрень. Они требуют вот эту хрень. Вот это все. Прям в диких количествах. Единственное, что бы я бы, наверное, сделал, так как нужно всего лишь 100, я бы попытался это сделать в руках. То есть я говорю, что мне в первую очередь, в первую очередь, мне нужно сделать это для автоматизации, больше ни для чего. Пару запросов. Для того, чтобы мы могли здесь это оформить некоторое производство временное. Значит, будешь нам хлор таскать, будешь нам водород таскать. Где он тут? Надо бы еще машинок, наверное, взять. Было бы неплохо. Так. И, соответственно, так же сюда нам много не надо. Соответственно, нам нужен химический завод, который будет делать нам хлороводород. Есть. Значит, из хлороводорода нам нужно добавлять еще железо. Надеюсь, хоть одну машинку нам но это заполнит. Значит, и это у нас, получается, будет делаться в другом химическом заводе. То есть мы его можем так вот спокойно оставить. И здесь, соответственно, нам а ты нам будешь делать интересно, где? Вот. Раствор хлорного железа. Поехал. Значит, это мы сделали. Далее нам нужен слиток золота. То есть вот хлорное железо, да, мы будем запихивать туда медь. Стеклопластиковую основу. Я не помню. А мы ее и не делаем. Слушай, мы не можем делать стеклопластиковую основу. Замечательно. Где? У нас стеклопластиковая основа. Вот она. Титан пока уходит. Вот это нам нужно. Соответственно, нужно будет нам делать что? О, Господи. Стекловолокно. И расплав смолы. Ну, окей, расплав смолы мы найдем. А стекловолокно нам где брать? Вот она. Стекловолокно делается из расплава стекла, которое в свою очередь делается из смеси стекла, который в свою очередь делается из кварца. Окей, хорошо. Ща, 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 это порешаем. Кварц у нас есть. Все остальное у нас сейчас тоже будет. Значит... Пи-пи-пи-пи-пи. Давай. Где у нас тут? Это мы сделали. Это мы сделали. Это мы сделали. Давай вот эту посмотрим. Нам нужно расплав смолы и расплавленное стекло. Расплавленное стекло мы будем делать из смеси стекла, которое в свою очередь делается... Короче, будем просто из кварца делать. Так. Ну, соответственно, нам нужны смесители порошков. Так как это сейчас будет только для рук делаться, мы не будем делать прям все по рейтам, которые тут расписаны. То есть нам нужен один смеситель порошков. Давай МК2 поставим. Индукционная печка, отливочно-скручивающая вот эта вот хрень. Какой-то откатный пресс. Вот она нам... Кирпичи нам нужны. Так. Есть. Отливочно-скручивающие есть. Эти у нас все есть. А если мы ее поставим... Ну, вот как раз да, отно-то и в принципе и нужно. В целом мы можем это все дело поставить в производственный вот этот вот цех. То есть вот сюда. Как раз нам потребуется место. здесь вот можно поставить. Значит, нам нужен сначала вот запрос. Запрос на кварц. Так. Кварц пошел. Дальше отсюда у нас пойдет в этот вот смеситель порошка. и он нам будет делать из кварца смесь стекла. Интересная штука. Ну, ладно. Из этого... этой штуки у нас идет в индукционную печку. Индукционная печка. Индукционная печка, которой у нас, естественно, нет. Потому что я ее не стал делать. Давай сделаем второй смеситель порошков. Так уж и быть. Пусть их будет два. Так. Индукционную печку мы сейчас возьмем. Взаймой. Надо бы, знаете, что еще сделать нам, чтобы быстрее тут бегать. Надо бетоном все заложить. Но это чуточку позже. Шуточку позже. Вот индукционную печку мы отсюда возьмем. Спасибо большое. Какого она у нас уровня? Она у нас МК-2000. Где-то тут индукционная печка. Значит, в нее втискиваются вот эти хреновины. Так. Вот так вот. В индукционной печке у нас идет с вами расплав стекла. Вот он. Далее он попадает в отливочно-скручивающую машину. Вот. и получаем расплав стекла. Очень удобно. Со всех сторон можно подключить. Есть. Получили вот эту штуку. Расплав смолы у нас с вами делается господи. Мочевинный газ, формальдегид, смола, этанол и сырая биосмола, этанол. В целом, у нас тут есть дерево и у нас есть этанол. Так. Дерево у нас с вами где-то вот тут. 51к. Замечательно. И оно забилось. Замечательно. Это прям супер. Значит, смолу мы с вами будем делать из... Это мы все сделали. Смолу мы с вами будем делать из дерева. То есть, мы берем вот эту штуку, древесина. Нам нужен биопроцессор. Из биопроцессора у нас вот это все выходит и нам нужен этанол. Где-то он у нас тут был. Я его тут где-то видел. Пластик у нас до хрена. Это у нас ацетон. Этанол у нас тут выходит. Он у нас есть, если что. Я что-то еще и не подключил, да? Я не подключил выход бутана. Так, хорошо. Значит, здесь у нас с вами сгорает бутан, а здесь у нас сгорает этанол. Вот он. Вот нам нужно будет этот этанол вывести. Где-то вот сейчас поставим. Ацетон, да, не вываливается. Нам нужен этанол. А этанол у нас как выглядит? Какая-то хрень, да? Вот он. Вот так вот он у нас. Он посерединке у нас. Так, так, так. И вот так. Давай мы поставим теперь вот этот ограничительный клапан. Если переполняться будет система. При этом мы с вами поставим... У нас такого нет. Давай такую поставим. если вдруг... Серьезно. Вот так вот поставим, чтобы у нас накапливался этанол. Значит, и я бы, конечно, бы поставил уничтожение излишков, потому что у нас здесь, видите, все простаивает из-за того, что у нас не выходит достаточно ацетона. То есть, бутан у нас уходит. Он у нас в 100% уходит. ацетон у нас нет. И, соответственно, у нас везде здесь затык. И плюс еще дерево, да хрена. Так, а биопроцессор мы можем поставить? Хоть один. Можем два поставить. Давай два поставим. Значит, где у нас дерево? Дерево у нас вот оно. надо поставить парочку биопроцессоров для создания смолы. Давай здесь их поставим. Вот так вот у нас здесь будет стоять тело. И, соответственно, стой. хотя значится, да, тут видите такой затык. Иногда дерево слишком много выходит за раз. Иногда оно вообще не выходит, я так понимаю. И поэтому такая вот хреномудия происходит. Но посмотрим. Может, так будет получше. Значит, это у нас все сюда приходит. и здесь у нас выходит смола. Эта смола у нас должна попасть в разжижитель вместе с этанолом. кстати, разжижитель у нас есть и он второго уровня, поэтому я думаю будет вполне себе хватать одного. И у нас получается с вами расплав смолы. Этот расплав смолы мы будем выводить вот сюда. есть у нас есть вот так вот. А сюда нам нужно закачивать этанол. вообще так, этанол, этанол. у нас где-то тут пропан, бутан, этан, метан, этанол, этилен, бензол, господи. ацетон. Господи, да что ты делаешь вообще? Стерол! Серьезно? Все, этанол у нас сейчас тоже пойдет. Одного, я думаю, нам хватит. И, соответственно, вот так. Все. С этой жижей мы тоже разобрались. Давай поставим вот эту штукенцию. Все. Подожди. Подожди, 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 подожди. Нам же нужно дерево. Я совсем об этом забыл. Для чтобы у нас было дерево, нам нужно, чтобы у нас был автомат по распиловке этого дерева. Ну, когда-нибудь они боятся. Да. Прямо страдали те какое-то. когда была сборка с Бобом, у нас проблемы были связаны с количеством лишних ресурсов. Мы не знали, куда их девать. Потом мы их начали куда-то девать, они резко потребовались. А сейчас прям какая-то жопа вообще с железом. Нужно скорее подключать тот цех, который сейчас в разработке находится. Но мне очень лень. я предполагаю, что если я дальше его буду простраивать, простраивать, как эта сторона звучит, да, достраивать, то я забью просто на игру. Блин, вот это самое главное-то забыли? Черт. Возможно, нам стоит заморочиться вот с этим железитом. Ну, не с этим конкретно, а в принципе с железитом. потому что железит добавляет железит и медит нам добавляет достаточно большое количество ресурсов. Здесь у нас все закинется. Здесь это, тут нам нужно разобраться с вот этой хренью, которая просто до хрена. Вот так далее поставим так и вот так. Все. Потихоньку начал тратиться, этанол начал собираться. Замечательно. Теперь нам нужно этот этанол на самом деле они довольно неплохо справляются. Я бы, конечно, еще поставил, но у меня, как обычно, нет ресурсов на это. Я бы вот так поставил. Поставим еще. Поставим еще. Значит, нам надо дальше еще вот эту штуку поставить, чтобы у нас была возможность забирать эту хрень. Вот так вот. Все, этанол у нас пошел. Эти мы достроим, и все будет у замечательно. Здесь у нас отработка вроде как идет. Азотная кислота тоже накопилась, но правда она пока сейчас не слишком нам нужна. Начаться. А где у нас? Здесь наверху. Этот уехал. Соответственно, здесь у нас уже этанол есть. Эти приехали. Подключаем. Как он привез? Нихера себе он привез. И обрубило сразу. Чтобы у нас... А, я же самое главное не сделал. Фильтры. Да. Тут у нас будет стоять определенный тип фильтров, поэтому нельзя так. ну все, На это мы поставили. Давай здесь. Значит, здесь у нас такая же логика, здесь у нас с вами будет выходить только абразивные диски. Да. Дерево пошло. Сюда почему дерево у нас не заходит, я не понял. бывает. Дерево туда зашло, смола пошла, жижа, жиж тоже пошла. Ну да, тут, конечно, все будет очень медленно, но работает же, работает. Так, тут у нас прям все свистит титан. с вами изучили плавку титана, смолу, производство смолы из непонятно чего, пока, наверное, рано. Вот переработка кристалл железита. Вот из кристалла железита мы будем получать руду хрома, то есть как бы есть, собственно, зачем заморачиваться, потому что мы с вами будем получать вольфрам и хром, которые не получаются, кроме как этих технологий. Вот и я думаю, мы все-таки это сделаем когда-нибудь обязательно. Производство титана, аккумулятора, пакетный манипулятор, увеличение грузоподъемности пакетного манипулятора. Вот продвинутая вот эта электроника нам нужна. И далее у нас уже идут технологии, которые мы пока изучать особо не можем. Оборудование экзоскелета, модули скорости. Вот, кстати, желтый пакет. потому что мы вот открыли вот это дело. Хром плавить можно будет, если у нас он появится. Электрические локомотивы мы обязательно сделаем. и пока все. Ладно, давайте на этом я закончу. Все-таки долго довольно я сколупался. В следующий раз мы обязательно продолжим нашу вот эту работу и попробуем разобраться с железитом и медитом, потому что это довольно полезная штука. Тем более, что место, где нам это все поставить, у нас в принципе есть. у нас вот здесь стоит раз двадцатка. Господи, что ты делаешь? Раз двадцатка и два двадцатка. То есть вот эту вот штуку мы можем совершенно спокойно правда не знаю, что у нас тут вообще происходит. А, ну на сжигание все работает. То есть вот эту штуку мы можем переоборудовать под железит и медит. Соответственно, чтобы у нас на базе все дело работало. Ну, ладно. будем что называется посмотреть. Я для рубита оставил вот такую вот схему. То есть частично у меня работает на кристаллах, частично на кусках. Вот таким образом у нас будет появляться рутил. Хотя это не слишком нужно, но смысл собственно заключается в том, что у нас для производства кусков нужна отработанная азотная вода. Соответственно, потом делается азотная кислота и вот это все потихоньку используется и вроде как норм. Значит, что еще? Я убрал вот тут сейчас сюда вернемся. Убрал большую часть наших производств. Тут еще осталось чутка. Я восстановил вот эту схему производства, которая у нас была азотоводород или как он там водородный азот. Вот это вот все железную воду я сделал. Кроме того, я решил поставить производство кварц с оптоволокна и вот этой плитки непонятной. В общем, все у меня здесь. Здесь же у меня плавка золота, здесь же у меня сейчас продвинутая электроника изучится, и мы здесь же будем делать вот этот полупродняковый интегрированный компонент, потому что здесь рядом есть серная кислота, я ее сюда стал подвозить, и мы тут собственно будем докидывать ресурсы и все сделать. Для чего на мне серная кислота здесь, сюда я засылаю, произвожу аккумуляторы батарейки, вот, ранее они делали в самом начале, и это было неудобно, потому что аккумуляторы нужно было выводить в схему, и это было крайне некрасиво и неприятно использовать, поэтому я решил сюда воткнуть, вот, здесь тем более свинец и пластик и так есть, сейчас у меня появилась проблема со сталью, вот, потому что она у меня вообще-то производится где-то тут, вот, а так как у нас есть проблемы с железом, то, соответственно, до свидания, что называется, вот, ну, надеюсь, это тело мы сейчас починим, пока у нас изучается продвинутая вот эта вот вся фигня, давай попробуем все-таки заняться, во-первых, нам нужно здесь подключить радар, если он у нас вообще есть, вот, и чтобы было было видно все, значит, мы с вами исследовали вот эту хрень, пойти пока ее пособирать, пока у нас тут это очищается, самоочистка идет, значит, нам надо в одном синим автомате вот, вот в этом собирать, это неинтересно, вот это нам надо собирать, здесь как раз требуется нам серная кислота, которая вот она у нас есть, сюда нам нужно будет подтаскивать пластик, облуженный медный провод и полупроводниковый пластик, все это у нас есть, соответственно, мы можем просто поставить ящик и все у нас будет хорошо, здесь можно никаких ограничений не ставить, значит, так, это у нас азотная кислота, вот здесь, вот, соответственно, сами вот эти контроллеры на интегральных схемах можно делать в принципе вручную, а можно точно так же поставить автомат, почему бы и нет, собственно, господи, что происходит, сюда будем закидывать ресурсы, но вот это дело, а здесь, соответственно, будет выход, да, главное не запутаться, куда чекласть, так, хорошо, да, значит, теперь нам нужно еще вот что, здесь нам нужно с вами поставить производство вот этой хрени, соответственно, здесь у нас будут эти трубы, сюда нужны слитки золота, медная плита и стеклопластиковая основа, стеклопластиковая основа и золото у нас все есть, сейчас сделаем тоненькую ниточку вот сюда, таким образом у нас будут с вами интегральные вот эти вот хреновина, с ними ок, теперь нам надо также сделать с вот этими непонятными конструкциями малой плотности, вот, ну, там, в принципе, тоже довольно простая схема строительства, то есть нам по идее вот это нам надо медь, сталь и пластик, ну, типа, как-то так, то есть у нас сейчас делается малая плотность, у нас делают вот эти синие хреновины и у нас делается каркас трон, в принципе, в общем, эту фигню просто скопировать, куда-нибудь перенести и просто подключить к нашей шине, то есть, в принципе, вот и, вот он у нас все работает, но это крайне хреновая затея, нам надо бы вообще-то золото мы будем плавить в одном месте, то есть нам вот это все нафиг не надо нам, хотя нет, у нас же золото есть, мы так и задумывали, хорошо, нам вот с кварцом только если можно кварц где-нибудь поплавить, чтобы у нас была вот эта хрень, не знаю, посмотрим, так, хорошо, и что нам нужно для фиолетовых, а у нас нет желтых банок, мы их делаем, а банки делать не можем, как это так, как это работает, а, наверное, мы их не можем делать, потому что, да, они делаются в автомате, что, что странно, ну ладно, мне это не сложно, так, а желтых банок нет, не понял, не понял, а где, вряд ли мы не изучили, обалденно, ладно, пускай изучается, можно сказать, мы закончили, оно пусть дальше работает, сейчас машинки сюда приедут, заберут, логическую систему я поставил на исследование, вот, но в любом случае, вот это все будет перестраиваться, и все будет переделываться под нормальное существование, логистика почти на 50% изучилась, прям замечательно, прям вообще топчик, я даже не знаю, где мне поставить будет первый ящик, синий, на заказ, что мне заказывать, вот, но еще опять-таки у нас нет дронов, надо об этом еще не забывать, то есть у нас нет еще производства самих дронов, что самое главное, это, это у нас, что у нас, смазочная жидкость, не важно, то есть нам нужно это, это, здесь мы сейчас поставим ящики красные, все, вот, на вот это поставим ящики, это тоже ящик, нам единственное, а, ну и все, у нас каркасы есть, если что, вдруг, эти у нас собираются, это у нас сейчас поставится и все, нужно будет сделать только один, он будет, ну, какое-то время один собирать, ну, что делать, дрон станции у нас одна есть, надо бы, конечно, еще, у нас еще какие-то дрон сундуки есть, что это такое, область снабжения, скорая зарядки дрона один, то я так понимаю, они там могут сидеть в этом, дрон-сундуке, но, нахрена он нужен, 2,5 мегаватта, то есть, он там и заряжаться может, это у нас зарядная станция, но, типа, окей, вот это тоже мне не совсем понятно, зачем, но вот, надо бы поставить одну, еще одну дрон-станцию где-нибудь вот здесь вот, чтобы было удобно к ней подходить, и, в принципе, можно сказать, а, кстати, дрончиков можно сейчас сделать, смотри, нам нужен двигатель, чувапчич, вот это красное, вот это, на самом деле, наверное, есть способ, как нам дронов обновлять, мы с вами ставим всего одну дрон-станцию, где-нибудь, в удобном для нас месте, не знаю, ну, там, конечно, не очень удобно, мы ее, наверное, перенесем куда-нибудь, а дальше мы расставляем либо вот такие вот башни, расширители логистической сети, либо турельки наши, потому что они способны заряжать наших дронов, вот, да, наконец-то, вот, либо мы ставим вот эти вот зарядные установки, которые нам позволят заряжать дронов, ну, соответственно, зарядки, наверное, скорее всего, надо ставить там, где у нас площадь работы, вот, ну, и какие-нибудь там маленькие зарядочки по периметру, чтобы хоть как-то что-то заряжалось, вот, и, соответственно, когда нам нужно будет, не знаю, обновить парк дронов, мы вокруг дрон-станции отключаем все башни, и они летят автоматом к дрон-станции, ну, насколько я помню, такая ситуация у них, вот, то есть, где они могут быть, храниться, так сказать, и уже потом мы из этой дрон-станции выбираем то, что нам нужно, закидываем в систему обновки, ставим новых дронов, и вот таким вот образом, можно это сделать, поэтому сейчас попробуем, вот этих мы возьмем, тут, конечно, нам надо бы две таких поставить, башни, дрон-станцию, мы с вами поставим в каком-нибудь удобном для нас месте, правда, хреново, я вот тут найду, но, допустим, здесь, вот здесь, допустим, довольно открытая территория, и мы сможем всегда сюда подлезть, соответственно, сюда мы закидываем наших тронов, то есть, вот если мы выйдем, например, за территорию этой башни, вот здесь, сюда у нас, мы их тут выпустим, они все равно туда летят, то есть, да, они там расходуют энергию, они где-нибудь сейчас подлетят, похилятся, грубо говоря, но они все равно летят к ней, поэтому, когда нам нужно будет обновить, мы сносим здесь башню, здесь башню сносим, здесь вот это, все вот это сносим, они возвращаются, и все, типа, ок, 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 давай ставить ящики, во-первых, нам нужно будет ящики замудухать производство их, так, это у нас буферные сундуки, да, сюда мы будем запрашивать, давай сюда вот так вот пока поставим, земля, так, скаты нам нужны, и вот такие нам нужны, и итогом, золотенькие, три сотни, полетели это у нас скаты да есть они у нас еще в производстве нет а ну мы не используем не нужны сюда давай запихивать хоть бы манипуляторы вот они теперь летают все у нас теперь тут есть единственная бы наверное сюда бы запихнул еще мини подручки ну как то так вот они теперь будут летать тут все собирать и все замечательно наконец-то мы перешли в эру дрону все теперь замечательно конечно я не сделал железит но это слишком много цели для одного маленького ролика поэтому железе там и медитом мы будем уже заниматься следующий раз сейчас я чуть увеличу количество дронов может быть поставлю производство дронов чтобы они у нас восполнялись я не знаю сколько их поставить но пусть будет несколько сотен наверное ну вот нужно будет еще зарядочки поставить чтобы они тут это заряжались у них было место что и как ладно на этом все не забывайте подписываться на канал заходить конец дискорд всем удачи и пока